Я им всегда говорю так, что если это сделал какой-то человек до тебя, он же, вот скажем, он просто человек, да, он не собака, он не обладает сверхспособностью слуха или там он не птица, которой ты не сможешь как птица летать, и у тебя слух не собачий или обоняние. Так вот, если это сделал человек, то ты тоже можешь, ну, как минимум, ну, не знаю, повторить или попытаться, это же модель, ты должен по ней попытаться поработать. Главным образом себя развивая, ничего сложного, не нужно паниковать или делать, о, какая-то сложная, это интересно, чем сложнее, тем интереснее, просто, может, что-то тебе придется лет 200 делать, ну, здорово, может, таким образом ты и проживешь. А если его кто-то раскручивает, кто хочет таким образом какие-то сепаратистские вещи продвинуть, нужно сразу, так сказать, либо хмурить брови, либо ее поднять и спросить, так, я не понял, в чем дело? И задавать вопросы организаторам, брать их за все места сразу и тихим голосом им говорить, можете объяснить что-нибудь такое по существу, на что вы намекали здесь? Хотя, может быть, это может просто такой глупый купеческий ход. Вот у нас в культуре и вообще и в государственной машине есть такая проблема, которая решается, но в силу того, что у нас большое влияние, видимо, сейчас в этой эпохе спецслужб. Не знаю, кто тон в этом задает, ватиканские ли спецслужбы, еврейское ли стремление владеть частью мира, либо то, что аристократы английские с симпатией относятся к спецслужбам, у них это популярно. У нас воин популярен, а у них человек спецслужб. Так вот, у нас в открытую некоторые вещи почему-то не говорят, но в всяком случае наверху, а именно, что наверху находится, допустим, некий жрец или святой в нашем случае, дальше воин, потом купец и дальше работник. Ну, соответственно, чем вниз, меньше, тем больше людей. Так вот, у нас купцы заняли многие строчки и в культуре и прочее, то есть, что изволите, они сами не только не социальный заказ не формируют, они поддаются, балуют население, отвлекают серьезных вещей, это и в классике навалом происходит. Поэтому, ну, я понимаю, я классикой занимаюсь, это вроде как я должен про это больше говорить и хвастать, и настаивать, но дело не в этом. Дело в том, что я сам выбрал этот род деятельности, я мог бы сделать великолепную пианистическую карьеру, но меня не устраивало, я уже в детстве это здорово делал, мне не хотелось слишком легким занятием заниматься. Потому что, когда у меня была клиническая смерть в 6 лет, я куда-то там улетел и общался с троицей, и некоторые вещи, которые меня тогда шокировали в детстве, я прекрасно помню. О возможностях человека, о которых мне было сообщено, и о свободе воли, которая действительно существует, и не сказать, что я блестяще справляюсь с тем, что там услышал, но чем дольше живу, тем чаще про это вспоминаю. В общем, чем сложнее, тем интереснее. И эстрада это нужно всем заниматься, ну в первую очередь классикой, конечно. Когда-то я общался с лютославским, пардон, нет, с этим классиком польским, пендерецким, он по-русски хорошо говорит, в консерватории, когда я еще учился, уже во второй раз, уже в петербургской, на композиции я здесь учился. Вот, и, естественно, мне интересно было какие-то вопросы задать, не узкоспециальные, как обычно в консерватории это делается, нужно же шире мыслить-то, это же музыка, это реакция на образную сферу, это как бы, это не лавки делать, а профессионал, это то, что называется мастерством, это нижний план, это нижний уровень, на самом деле, деятельности. А высшие планы, они должны индивидуально захватываться, но они должны быть обозначены. Так вот, он мне сказал, что все, что в 20 веке симфонисты навыдумывали в Европе, ну во всех тогда еще существующих культурах, и англичане там были последние, они в рок-музыке вырвались вперед, вот, а во всем остальном они отставали, там, скажем, от немцев, итальянцев, русских. Так вот, эстрады это все перенимали, он мне примеры показывал, у них, в частности, была выдающаяся певица и композитор Мареля Радович тогда, очень талантливая. В общем, нам нужно выращивать таких людей во всех жанрах, во всех стилях, пасти таких людей, выбирать их, много не может быть, их не может быть много по качеству, потому что лучший враг хорошего. Если что-то появляется лучшее, оно вытесняет, не всегда забивает более слабое, но это слабое побуждает становиться сильнее, то есть у нас впереди, я уверен, цветущие процветания во всех смыслах и испытания богатствами, испытания вот на славу всемирную, всем русским, нашей культуре, нашей цивилизации, нашей стране, нашему будущему союзу, который в каком-то виде будет формироваться. Вот. И культура имеет решающее значение. Дмитрий, будьте добры, расскажите нам про интонации, очень интересно, что характерно для интонации разных народов. Ну, когда-то я обнаружил, что у киргизов и у эстонцев в хоровой музыке есть сходные интонации. Так особо специально я никогда национальной темой не интересовался, еще с детства из книг и общения с разными интересными людьми. У меня такая особенность, я сейчас, когда, скажем, имею статус, опыт и какую-то убежденность, мне легко со всеми разговаривать на равных. А в детстве я снизу, так сказать, смотрел наверх, на взрослых тоже на равных. И если разговор шел не на равных, я либо пытался переломить ситуацию, либо не общался с этим человеком, прямо ему что-то сообщая. Поскольку у меня был статус вундеркинда, вот, и я умел находить какие-то аргументы правильные, мне удавалось это, ну, находить пути. Нужно же, в общем, ускоренный экстернат я проходил еще с детского садика, наверное. Вот, так вот, интонации. Нельзя сказать, что человек, прямо вот есть какие-то, вот я сказал, вот там, святой человек, воин, да, купец и простой работяга. Общался я с вот этими людьми, которые, ну, которые близки вот к этой святости. Причем они есть не только у русских, у евреев, так называемые ламедвавники есть. Они, правда, как бы, как сейчас в жаргоне говорят, шифруются. Это обязательное условие есть. Но человека, когда совокупно воспринимаешь, вот эти элементы чистоты или высоты, они заметны. Вот, и общаясь с одним человеком, ты можешь быть одним, общаясь с другим – другой. Там, условно говоря, у меня есть такая формула, 20 минут в год-то ты же можешь быть святым. Ну, 20 минут. Это вот необходимые условия. Меньше 20 минут ничего не происходит. Если что-то короче, это не считается. Вот, так вот, интонация. Да, и вот у этих святых людей, я в данном случае скажу уже про русских, я помню, что они искренне совершенно были уверены, что они страшные грешники. Ну, в юности я, поскольку не понимал, думал, ну, отложим, когда-нибудь вернемся к этой теме. Теперь я уже более четко понимаю, что это такое. Просто чем выше ты поднимаешься, у тебя же свои задачи. Например, полезли мы с вами на Джамалунгму. Ну, или это высоко. Ну, пусть где-нибудь у нас тут недалеко, на какую-нибудь гору, слишком высокую. Ты же конкретно перед собой всегда видишь вот эти ближайшие несколько метров, и они для тебя представляют сверхзадачу. Ну, вот так вот годами идешь, идешь и поднялся на самую верхотуру. Спускаться тоже сложно. Не сказать, что легче. Так вот, интонация, она в музыке и у вокалистов особенно заметна. Скрипач, например, или пианист, он может спрятаться за ритм, за тембр. А голос между, так сказать, душой и управляющим центром, когда человек поет, ну, очень все заметно, все торчит. Авторы еще больше могут воспринимать. То есть, если меня исполнит кто-то, мою музыку вокальную исполнит певица, ну, для парней у меня почти ничего нет, в основном для девчонок писал всю жизнь. Вот, я очень много могу сказать про этого человека. Вот через связь того, что я задумывал, как у меня получилось, то, что она задумывала, есть намерение. Помните, есть такое выражение, есть логика намерений, есть логика обстоятельств. Замечательная формула, кстати, вот. Нужно находить формулу и потом эту формулу разворачивая, трактовать. Это я вообще просто для государственной деятельности рассуждаю. Так вот, аналогично и здесь. Интонация – это демонстрация намерений. Есть устойчивые интонации. Если ты живешь вот у нас на среднерусской возвышенности, ты становишься вот таким более сдержанным, молчаном. Природа тебя прессует. Она тебя столетиями, тысячелетиями, не знаю, она тебя формирует. Это фактор природной и окружающей среды, правильно? Я думаю, что это в первую очередь природа. Хотя, вы знаете, что первично яйцо или курица. Я точно могу сказать другое, что некоторые споры уводят человека от сути. То есть, скажем, например, можно умереть в ресторане, допустим, пришел голодный, так и не выбрав меню. И вот когда люди начинают какие-то нюансы выбирать, нужно начинать делать. И в процессе сидела не окажется, что то, что ты думал, что это было идеально, и у тебя очень может хорошо получиться, на самом деле оно выйдет не таким. И даже если все примут это как великолепный шедевр, человек этот самый может искренне потом сказать, что ты знаешь, а у меня, в общем-то, не получилось. Вот как святой скажет, о, ты думаешь, я такой хороший, я тут такие переживания. Вот, например, израильско-палестинский конфликт сейчас, да, вот этот, он же, конечно, выходит за рамки этих территориальных споров, там, каких-то религиозных, или кто-то там о себе что-то возомнил. Вот, но если взять, так вот, да, слушаешь такого святого и понимаешь, что вот он с двух сторон все переживает и говорит о том, что тот не прав, этот не прав, а виноват, он думает, что это он сам виноват, потому что он не так молился, был неискренний, и куча примеров тебе расскажет, для него страшных. А ты сравнишь с собой, что ты недавно какие-то там делал вещи, которые подпадают, там, не знаю, под подлость, под трусость, там, не знаю, лень, ну, собственно, лень это и есть трусость. Вот, интонации важны, они есть, есть общие интонации, как это правильно сказать, вот есть некий прародитель, а не только у евреев есть, да, там, как там, кто там, кого родил у них, оно есть у нас тоже. И те интонации, которые традиционно приняты, например, у русских, у русских севера, они более бедны, но они более суровые. А южные русские, вот те, которые сейчас украинцы, они обладают самым красивым многоголосием в мире. Собственно, в мире два многоголосия, грузинская и вот малорусская. Оно самое красивое, ничего красивее в мире нет. Представляете, огромный мир, миллиарды людей, и никакие народы, ничего близко, ничего такого не придумали. Там, Балканы есть многоголосие, там, кто чем хвастает, ерунда. Выдумывают, там, китайцы сейчас, вот, пытаясь учиться у русских, они стараются изо всех сил, вот, и, ну, стараются, пусть стараются. Может быть, вы хотели, чтобы я какие-то примеры привел, но они общеизвестные. Наша вот эта равнина, это октавные ходы в русском музыке. Например, та-да-да-да-да-да, русская музыка. Ну вот, это, по-моему, чья же это музыка-то я сейчас спел. Ну, неважно, наши вот эти, большой скачок, потом заполнение, медленность, плохое чувство ритма, это русское. А какие-то народы, обладающие чувством ритма, они не обладают большой силой. Как наши вот, у меня есть один приятель, он раньше в ЧВК «Вагнер» служил. Он говорит, выстрелишь из гранатомета, и гвардейцы там какого-то президента разбежались. Ну, говорит, слушайте, ну сто раз вам объясняли, стреляли в ту сторону, вы стоите здесь, зачем убегать? Они бросают оружие и убегают. Ну вот, бойцы, крутые бойцы. А в русского стрельбанул, у него там все оторвалось, а он еще соображает там какие-то вещи. Эх, черт, долг другу отдал. Так, маме привет, любимая, жаль, ты не беременна. Так, сейчас от этих гадов еще грохну. Ну, совершенно наплевательское. Вообще, как будто бы тело не его, ему жил, не жил, ему все равно. Такой боец. В холоде там, в голоде. Вот поэтому мы так долго на Украине и валандуемся, потому что там точно такие же. Вот уперся он рогом, и ничего ты с ним не сделаешь. Его даже убить недостаточно. Тут какой-то еврей здоровскую мысль толкнул, что... А, нет, это англичанин был. Бывший руководитель МИ-6, что... Позавчера где-то прочитал, что убивая террористов, вы не уменьшаете число террористов. Ну, я чуть-чуть по-другому сказал. Поэтому нужно стремиться... Если ты не воюешь, воевать-то нужно жестоко, конечно, и цинично. Вот. А все, что не касается войны, нужно делать точно так же, только с другим знаком. Там минус, например, здесь плюс. Следить за интонацией. Вот. И среди вот этих древних праотцов мы, наверное, действительно во многом сходны с многими народами. Вот то, что я вначале сказал про киргизов и эстонцев. А дальше начинаются нюансы. У киргизов горы, у казахов степи. И разная музыка. Киргизы более подвижны. Казахи. Вот их неправда, что они имитируют морских людей, англичан. У них есть сходные некие. Вот. Ровная гладь воды и ровная гладь казахского мелкосопочника. Ну, скажем, такой же мелкосопочник есть в Манчжурии, но они совсем другие. Потому что там, даже не знаю, предполагаю, наверное, симпатии к японцам, которые сверх жесткие. И работящие. Можно многие вещи внедрять. Я много чего понимаю, как это делать. Надо экспериментировать. Интервалы вот эти наши. Я, по-моему, в вашей передаче или где-то там в школе здравого смысла, когда был жив этот... Как же его фамилия-то? Генералов? Нет, смотрите. Недавно умер там помощник Оксана Горыновича, которым я туда затащил, в эту школу. В общем, интервалы. Вот в нашем гимне. Та-да-да-да-да-да. Константин Черемных? Не-не, не Черемных. Вылетело. Как же его звали? Такой высокий, военный. В прошлом году умер. Был его правой рукой. А, Прусаков. Во. Владимир Пресаков. Вот я им что-то такое про интервалы рассказывал. Естественно, не сказать, что я прямо все знаю очень много. Но то, что я узнаю, я сразу стараюсь применять это в музыке, обнаруживаю это, обыгрываю. Ну, сразу в дело бросаю, в топку, что называется, сжечь нужно. Иначе, если ты что-то умеешь, но не пользуешься, не делаешь, этого же нет. Мало ли, что ты там говоришь. Вот. Нужно сразу делать. И в процессе делания, вот как я несколько минут раньше сказал, может оказаться, что у тебя не получается. И это восхитительно, когда у тебя не выходит. Ты думаешь, вот здорово. Значит, есть кому попробовать еще. Я, например, своих коллег все время подначиваю устроить конкуренцию какую-то. Поскольку у меня это часто получается. Но они, как правило, меня боятся, начинают. Стесняются. Хотя я готов помогать и дальше, потому что интереснее же будет. Они стараются, в первую очередь, найти какие-то профессиональные элементы мастерства нижнего. А я как раз упираю на то, что нужно выше брать. Вот выше мастерства находится талант, выше таланта гений, а выше гения пассионарность. И любой человек, условно говоря, хотя бы 20 минут может побыть вот кем-то. Потом есть разные таланты. Например, есть высокий, великий или тот же самый мастер. Это не я придумал. Но впервые я это обнаружил у Цветаевой. Кому-то она писала в письме. А поскольку я чужие письма не люблю читать. Обнаружил, обнаружил, запомнил. Это же колоссальное руководство. Поэтому священнослужитель должен быть высокий. Во власти должен быть либо вот этот святой жрец, либо воин. Но никак не купец. Всех купцов понизить в ранге, понизить в жанре, сослать, пусть бегают на побегушках. А в народе тоже есть святые и воины. Народ, когда воюет, становится вот этим самым святым. Потом опять становится малоэнергичным, таким вялым. Но в 20 минут любой человек может быть героем. Дмитрий, есть тема, которую трудно исследовать традиционными методами, то есть научными. Потому что это дела давно минувших дней и не всегда есть материалы. Я сейчас говорю о культуре русских людей прошлых веков и еще ранее того. Есть такой исследователь Пыжиков, который утверждает, что очень многие культурные традиции и обрядовые традиции были утеряны. И, по его мнению, Владимир Стасов, искусствовед, приложил много усилий для формирования такой русской, что ли, традиции в музыке. Ну вот я с этим лично согласна, что были дворяне, которые по происхождению совершенно... Они говорили на другом языке и очень сильно были включены в европейскую культуру. А порой и этнически, ну, разумеется, мы не считаем там, кто какой крови. Ну вот они принадлежали к другой культуре, и в результате мы плохо понимаем наши корни. Может быть, вы, как человек чувствующий, можете подсказать ответы на какие-то вопросы для того, чтобы понять это. В советское время, я знаю, были экспедиции фольклорные, так называемые, когда слушали песни людей в деревнях, записывали их, собирали, чтобы понять истоки. Вот Пыжиков, как именно историк, обращался к фольклору в плане Беллин, в плане каких-то обрядов, которые он изучал, и понимал, приходил к выводу, что это не та цивилизация, которую мы привыкли воспринимать. Вот, может быть, вы можете что-то сказать по поводу этого, по поводу нашей истории? Кто мы все-таки, где наши истоки? Да, это... Чем дальше мысль, тем дольше жизнь. Причем это в обе стороны действует, и в прошлое, и в будущее. Я не согласен с тем, что история, как там, сослагательное наклонение, да, что вот что-то уже произошло, оно произошло навсегда. Ничего подобного. Мы способны влиять на все, и нас может шатать и болтать в разные стороны. И, собственно, наша неустроенность, ну, в частности, русской цивилизации, в этом заключается, что мы не нашли, не решились еще какие-то действия зафиксировать. Стасов, огромная величина, действительно, он вот эти самые формулы, про которые я говорю, придрогал, он был очень активный человек, в библиотеке работал. И могучая кучка, которую он назвал, и которая не нравилась самим участникам ее, это же мировые величины. Мусоргский – это наш Бетховен. Римский Корсаков – это вообще такая большая фигура, без него бы не было, собственно, ни Мусоргского, ни Бородина. Вот, да, ну, а дальше, видите, эта цепочка пошла, Рахманинов, Чайковский. Вообще удивительно, Чайковский взаимодействовал с ними. Такие люди категорически нужны. У нас недостаточно вот тех, кто менеджеров. Я все время смотрю, их столько выпускают, и где эти организаторы? Талантливых людей больше, чем людей, которые их могли бы как-то организовать. И поэтому наши смотрят на Запад, там великолепно все отлажено. Но они же заставляют нас становиться проститутками, при том, что у них свои великие наработки, благодаря гениям, которые жизнь положили, они на то, чтобы у нас были такие великолепные примеры культуры. У нас не меньше, хотя вложения в наших людей было меньше. Но дворянская культура, это, естественно, у кого было больше времени, он больше размышлял, рефлексировал. И потом пришли то сословие, которое тоже имело в средства дети купцов. Потом, когда советская власть дала, да, и до нее разночинцы, да, и все это в культуре. Прокофьев, он такой человек-работяга. Шостакович – это вот рефлексирующий интеллигент петербургский, который еще помнит имперские времена, и которому больно от жесткости советских маршей. Сейчас мы точно в такой же ситуации находимся, когда благодаря интернету широчайший круг людей может самовыразиться. Ну, в основном, конечно, это низкий уровень, но это не значит, что там все такой народ неправильный, ничего подобного. Пусть самовыражаются, ищут, рефлексируют, страдают. И опять, тут наверняка будут колоссальные социальные лифты, что какой-нибудь из какой-нибудь глубинки парень или девушка или старичок там какой-нибудь вполне может совершить головокружительную карьеру не в плане обязательно известности, а в плане того, что он реально создаст выдающиеся какие-то произведения искусства разного совершенно. К тому же, между 40 и 42 годами происходит некий поворотный пункт, когда обоего пола люди начинают создавать какие-то тонкие вещи уже. Это качественный скачок в жизни человека. Мистики считают, что они формируют ту душу, которая потом в виде болванки, вот этого туловища, оформляется уже с помощью физических, эротических игр. Вот, когда человек рождается уже. Вот, нам нужны такие люди, как Стасов или как Луначарский. А еще скажите какой-то нюанс, вы какую-то очень глубокую тему... Вот, если объяснить это примитивно, да, то фактически было обращение нашей творческой интеллигенции в сторону Азии. И в частности, Рахманинов, вот это все. Вот как вы считаете, где наше происхождение? Мы азиаты, мы же с этого с вами разговор начали. Вот кто мы? Вот, да. Одна из моих открытий, вот к чему я придерживаюсь лично, что некоторые вещи, разбираясь, ты потеряешь... За чистоколом повседневности можно потерять способность к великим свершениям. И некоторые вещи, в них я стараюсь не разбираться, а действовать. Вот то, что я говорил. И это, вот этот вопрос из этого же рода. Я согласен, что Россия – это цивилизация, которая прикидывается государством. Отличная формула. Но вот кто мы, европейцы или азиаты, трудно сказать. Вот я вот на примере самого себя, и мои корни присутствуют в понимании. Помните, я сказал, что до чего я дотянулся, то мое. Но некоторые вещи же мне не удаются. И я не рефлексирую, получилось, не получилось. Я бросаю разным людям музыкальным, чтобы они мне сказали, здорово это или ерунда. И пишу дальше, потому что мне это нравится, как дышать, музыку сочинять и все такое, исследовать. Вот. И то же самое с этим. Ну, я родился в Азии. Я великолепно вот этих всех, кого условно называют чебуреками, я их очень хорошо понимаю. Вот. И с другой стороны, у меня есть родственники, которые близки кавказским народам. И через родственников, через женщин я тоже могу подключаться к пониманию, к чувствованию того, что чувствуют они, как они это воспринимают. Я думаю, что нам нужно делать некую сумму, принимать. Вот сколько, есть такое слово, вот везет же ему. Вот в детстве я подумал, везет этот, который везет, что ли, вот в телегу навалил и везет. Я говорю, бабушки, это что получается, что вот накидал огромную телегу и везешь. Вот тебе, значит, везет. А этот взял сумочку, он везет сумочку на велосипеде, он везет, ему мало везет, от этого много везет, кто много везет. Ну вот, этого я придерживаюсь. То есть, поскольку мы давно всемирная культура и всемирный суперэтнос, и у нас всемирные задачи глобальные, у нас сейчас выстраивается новый глобальный мир. Он будет русский глобальный мир. Вот. Евреи уже четыре поколения нам эти полномочия передают. Собственно, некоторые говорят, что они не управляют миром, а через них это делают египетские жрецы, ну или кто-то там. Неважно, не суть в этом. Я думаю, что там нужно взаимодействовать, притягивая себе как пылесос, все-все-все. А дальше просто сортировать. А должны люди быть. Этот сортирует, этот втягивает, этот перерабатывает, этот лезет на гору, этот делает для него снаряжение. Вот. И может быть самым важным в этом снаряжении оказаться какая-нибудь губная гармошка. Вот. Поэтому это вот сложная симфония. И разные народы под разное заточены, имеющие разный взгляд, должны иметь прямой доступ. Не просто какой-то там этажи лифта. Вот нажал одну кнопку, и ты показался на самом верху. А дальше правда включается, что ты не тянешь, этот не тянет. Этот через 20 лет созреет, а этот не созреет никогда. Как-то я смотрел один спектакль про... Есть вечные темы, которые наш театральный мир вечно пережевывает. Иногда это раздражает. Например, этот про датского принца Гамлета, или... Ну, Ромео Джульетта мне больше нравится, или Дон Кихот, эта история. И вот в театре Комиссаржевский был спектакль про Дон Кихота. И главный герой, не помню, один из актеров великую вещь сказал. Возможно, это не его вещь, не мысль, а мысль режиссера. Мысль была следующая, что не нужно бояться быть Санчо Панцией. Не нужно пытаться быть Дон Кихотом. То есть не нужно пытаться стать дворянином, или стать генералом. Нужно быть хорошим бойцом, нужно быть хорошим Санчо Панцией. Можно просто лучше всех переплетать книжки, или гладить белье. И не нужно пытаться стать каким-то... Как в 90-е годы нам говорили, индивидуалистом. Ты что, не хочешь быть президентом, не хочешь быть генералом? Ну вот так далее. Нужно прожить счастливую жизнь. Не бояться быть большим человеком в малых делах. Потому что большой это родина. А, кстати, Украина, это малая родина вот этих народов. Любите свою малую родину, сколько влезет. А большая родина у нас одна, она Россия. А один человек даже как-то мне сказал, надо переименовать землю в Россию. Тогда войны прекратятся. Потому что русские не дадут никому драться. Потому что всех будут принимать пора за равных. И всяких и мышей, и осликов. Не знаю, ответил на ваш вопрос или меня опять занесло? Ответили, но вот по вашему чувствованию, да, поскольку именно вот к этой вашей способности хочется обратиться, получается, мы всегда были теми, кто собирает в себе множество, да, множество аспектов. То есть мы не должны искать ответ, Азия мы или не Азия. Это что-то другое получается. Ну пусть каждый сам себе ответит. Во мне есть и азиат, и европеец. Но базово я русский, я просто сознанием за это держусь. Я сознанием держусь за православие. Хотя я не исключаю, я, может, какую-то криминальную вещь скажу, что если будет что-то другое жизнеспособное, я буду пересматривать свою точку зрения. Я не согласен, например, с православными, что у нас сейчас нет святых людей в этой области. Нет подвижников, нет героев, которые были раньше. Почему в церквях постоянно нам говорят про какие-то события двухтысячелетней давности? Сейчас же тоже происходит. Это что, скромность, что ли? Это вот как иконы пишут, да, и мастер, то есть художник или как там, живописец, фамилия не указана. Ну я понимаю, это традиция такая. Это опять проявление ментальности русской, вот эта самая скромность, которая дает нам возможность, объединившись, быть вот этой силой непобедимой в строю, да. У нас сейчас опасность, мы сейчас то Западу поклонялись, и побежали китайцам поклоняться. Вот не надо поклоняться. Говорят, что они не агрессивные. Не надо прямо так быть уверенным, что они не агрессивные. Да, нынешняя элита, большая их часть, относится к нам с уважением, потому что без нас они вот этот мир не освоят. Без нашей культуры они в мир не зайдут. Они заходят в мир... Без нашей армии тоже. Без нашей армии. Мы первые начали заваруху. Мы во всем первые. И в открытиях, во всех космических, и в балете, и в музыке. И во всем мы первые. Просто нам не так важен комфорт, нам не так важен толстое пузо, нам не так важны деньги. Нам... Ну, масса вещей нам не нужны. Это из-за ментальности такой. И мы действительно какую-то рубашку снимаем, отдаем кому-то, а у того, может быть, их три. А мы думаем, ну, наверное, ему важно, пусть, а я тут позакаляюсь. А он в трех рубашках, в том числе в моей. А он, может, нашу рубашку возьмет и будет ею полмыть. И говорит, а русский дурак. Ну, в общем, а для этого нам нужно русским, тем, кто себя позиционит русским, приглашать, других иноверцев, которые согласны с нами. Вот Петербург же приманивает, например, ростовчан. Ростов-на-Дону – это Петербург, Донбасс. Это самого Северного Кавказа. Или мы боимся чеченов, например. Ну, некоторые. О, ну, такие бойцы агрессивные, все захватили. Ну, слушайте, ребята, их 2 миллиона, у них уже снижение рождаемости. Ну, что за глупость? Зачем их бояться? Нормальные ребята не хуже, не лучше других. А чечены боятся ингушей. Вот чего они их боятся? Ну, в общем, тонкости навалом. Если мы раньше с кем-то дрались, сейчас мы можем с ними замириться, например, с немцами, с турками с этими, или с японцами. Но к туркам, я не знаю, у меня нет, да, такого симпатии нет. Но вот, кстати, они пытаются свою сферу выстраивать в культуре. Смотрели какие-нибудь их сериалы? Как они стараются сделать? Не хуже индийских. Турки-то, да, да, стараются. Как стараются? А я бы, например, их с удовольствием разобрал. Ничего бы им не простил. И я, вот да, все бы разобрал. Армяне вот в культуре гораздо больше создали, а теперь государства погубили свои. У них вообще ничего не осталось. Почему так? Вот, Дмитрий, у нас очень мало времени до конца эфира. И вот все-таки хотелось бы спросить это именно у вас, потому что непонятно, у кого это спрашивает на самом деле. Вот исследователи, которых я уже привела, они утверждают, что наше прошлое на самом деле языческое. И объясняют, какие языческие глубинные традиции были и у православных, и у мусульман, которые жили на территории России. Он причем, вот Пыжиков, например, да, приводит исследование о том, что традиции были с обращением к предкам и к ощущениям себя единым целым с предками у всех. И у тех, кто сейчас православные, у тех, кто сейчас мусульмане, у всех народов России были такие традиции. Вот через ваше чувствование вот этих моментов, что бы вы сказали по этому поводу? И какова была синергия всех народов, которые жили вместе в мире разных этносов? Вот что вы можете сказать по этому поводу? Да, есть такая точка зрения, и она заслуживает внимания. Я бы не стал на никакую идею, кроме каких-то крайностей, торпедировать, подстреливать. Я думаю, что наше время, когда мы заново пытаемся все переосмыслить, это правильно. И не только через православие в том виде, в котором оно у нас есть. У нас же есть старообрядцы, да, или как они называются. Вот, есть, да, какие-то языческие взгляды. Для меня это, есть такое русское выражение, начать от печки. Ну, как бы, от начала. Ну, имелось в виду исторически это подметать. От печки начинаешь, потому что там зола, и к порогу в ту сторону, не наоборот. Вот. И нельзя было мусор сгрести от входа, к печке занести, потом в печку бросать. Это должно было выносить из избы. Причем, чтобы никто не видел. Поэтому я думаю, что у нас должно быть открытое соревнование вот этих идей, мыслей, чтобы не было таких посевающих на лаврах, прямо за язычество я бы не стал голосовать в открытую. Но, естественно, да, есть же еще такая точка зрения, что наше православие, оно было уже до прихода христианства, которое мы получили из Византии. И такое есть, действительно, да. Но мы же как бы все это переплавили, соединили. Вот по аналогии с этим, некоторые говорят, что во Второй мировой войне Великой Отечественной победили православные. Победили не советские люди, а те, кто уже был старичок, кто не дал себя убить. Те, которые еще Николая Второго помнили и так далее. Точно так же можно сказать, что в язычестве не было раба Божьего. Например, я вот общаюсь с Мефодием. Есть у нас два близнеца, выдающиеся деятели православия. Кирилл и Мефодий, два брата. И когда он иногда мне говорит раб Божий, у меня как бы удар такой в сердце. Не приемлю. Вот. Не знаю, можно слушать разных людей, которые это так или иначе объясняют. Возможно, это что-то наносное. Может быть, это не настоящее. Может быть... В общем, я сторонник того, что некие свободы, которые природные, естественные, которые к матушке сырой земле в России через сказки были. Да, вот это наша ментальность, которая была... Есть такая сказка у... Как же писатель-то? В общем, там главный герой родился до того, как появилось зло. Бомбадил, по-моему, он его называет. Вылетела. Как же фамилия писателя? Вот. Изумительный образ. И вот он у меня есть внутри. Я к этому, ну, условно, бомбадилу обращаюсь. Он как бы живет в лесу, разговаривает с лосям. Какие-то вещи, которые мы воспринимаем языческие, на самом деле, они могут быть природные, когда ты напрямую можешь с какими-то силами взаимодействовать. А церковь – это же социальный институт. И придерживаясь канонов, нужно не бояться, может быть, как-то... Ну, не то, что на сторону смотреть. Это не предательство, а всматриваться в себя. Как-то, да, вот все равно должно это сохраняться. Потому что, мне кажется, что что-то мы утратили, чего-то не хватает в этом пазле. Вот, вот, вы сказали. Если есть ощущение, что чего-то не хватает, оно нужно искать. Да, и более того, некоторые вещи... Я помню какой-то... Еще я был маленький, ходил в парикмахеру к одному. И к нему пришел... Там старый еврей в Ташкенте был. К нему пришел еще один. И они обсуждали, обсуждали. И он говорит, что эти люди выдумывают какое-то? Столько было хороших, старых грехов. Зачем придумывать новые? Вот мне это запомнилось. Я потом бабушка говорю, о чем это они говорили. Вот, так же... А здесь наоборот, что ты берешь какие-то вещи изначальные. И проверяешь себя, смотришь вперед. Ну, там, прорыв в космос, отношение к воде, отношение к земле. Вот я недавно... Вот у меня был концерт недавно, где исполняли у меня два квартета. И концерт, посвященный был экологии. Главное, что я вынес после этого концерта, что концерт был не экологичный. 12 композиторов написали очень хорошую музыку. Не было слабых сочинений. Но музыка была не экологичная. То есть получается, что это в головах людей, наши проблемы, они... Нужно их решать. Нужно выходить из себя. Не в том смысле, что вышел из себя... Психанул. А вышел, посмотрел со стороны. Взрослый человек от молодого, от ребенка отвечает тем, что может со стороны посмотреть. Есть еще такое русское выражение. Вот троица, да? Раз, строился, расстроился, да? А я это воспринимаю, как... Ты стал тремя лицами одновременно, с трех сторон одновременно посмотрел. Потому что европейская вот эта дуальность, марксистская или какая там, это всего лишь дуальность. Это неправильный подход. Он недостаточный. Это как секунда в музыке. Малая секунда, она стрессовая. Большая секунда, это ты работаешь. Но нет опоры и базы ни на чем. А троица, она дает концерт, она дает себя, проблему и оппонента. Оппонент меняется. Короче, два действуют, а один болтается рядом. Один, два крепко стоят, а третий болтается. И их можно менять. Вот когда ты расстроился таким образом и смотришь в сам себя, заглядываешь в проблему и смотришь во времена назад и вперед, и что это честно тебе подходит, ты это тянешь, тебе это нравится, тебе это любо. Вот таким образом мы вперед шагнем с искусствами, с науками. Да, и еще такой важный момент. У нас образование должно быть именно образованием, а не информатикой. Часто с молодежью общаешься и видишь, он набрал информацию, он понятия не имеет, что с этим делать. Вот его, вот и молодец, садись пять. Иди. О, хорошо, тебе самокат подарим или там еще чего-то. Поездку в Париж или там куда ты хочешь. Он информатикой занимается, а не образованием. Образа у него нет. Его нужно вшивать, пришивать с себя свои возможности к жизни. Перспективу смотреть, конечно, но а вперед это общаться с дедушкой, а не, что ребенок маленький умеет. Ничего не знает, у него все пусто. Его нужно набросать, ему какой-то материал, как-то его увязать, чтобы оно работало. Ну, в общем, увлекательное занятие, жизнь. Спасибо, Дмитрий Олегович. Наше время все-таки неизбежно подходило к концу и уже закончилось. Не все вопросы нам удалось обсудить. Было очень интересно. Надеюсь, нашим уважаемым зрителям тоже было интересно. Спасибо вам большое за беседу. Вам спасибо. И я постараюсь сейчас продемонстрировать одно из произведений Дмитрия Жученко. Надеюсь, сейчас технически все получится. И также рекомендую ознакомиться с другими его композициями. То, что прозвучит сейчас это произведение под названием «Баба-яга», есть еще прекрасная композиция «Пресветлая» и многие другие. Вот приятного вам просмотра и прослушивания. Благодарю вас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Баба-яга» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok